Коллеги, всем привет! После выступления Димы подумалось хорошо, что я не базисник, потому что 15 лет назад я бы отвечал за все, а сейчас я вообще был исчез. Хочется сказать вам спасибо, что вы пришли. Мне очень нравится формат, хоть наших и нечастых, но все-таки мероприятий именно интеграционных, потому что, если вы помните, несколько лет назад мы встречались в ресторане, обсуждали все те же самые вопросы в поле неформальной обстановке. Но сегодня у нас у всех будет возможность после нашей с вами встречи пойти в ресторан и, соответственно, там продолжить. К теме моего выступления. О чем я вам хочу рассказать? Наверное, это не совсем может быть интересно с точки зрения технической и технологической интеграции, потому что я вас хочу увести немножко в сторону, как Дима сказал, бизнес-процессов. Но если Дима говорил о каких-то суперсовременных вещах, там, hybrid cloud и все такие и прочие вещи, то я вас хочу окунуть обратно в баб-баб. Добро пожаловать в ретро. И, собственно, тот продукт, о котором я хочу поговорить, это SAP Application Interface Framework. Это надстройка на баб-бабной системе. То есть я сразу выдаю ключевые особенности, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить. То есть это аддон, который работает исключительно над абабной системой и который позволяет пользователю что-то там мониторить, смотреть какие-то там обработку, сохранение данных, какие-то бизнес-процессы вам наладить. Ну и, собственно, хочу вам об этом рассказать чуть подробней. Наверное, не с технической и технологической точки зрения, потому что сейчас уже, в принципе, этой информации достаточно. Я покажу вам, скажем так, где ее взять. То есть в конце будет последний слайд со ссылками, если вам интересно. Ну и, в принципе, я как бы сюда доступен в телеграммном чатике. Можно меня там призвать, если я сам не призываюсь, у меня не товарищ, по-моему. Вот. Ну, давайте начнем. Значит, первое. Вот эта картинка, она мне очень нравится. Она периодически переезжает из одной презентации сайловой по АИФ в другую. Там как-то модернизируется в соответствии с временами. Раньше здесь было написано саб ERP, сейчас тут SPUFANA. Ну и, в общем, как бы она, скажем так, в трейдере. Как я уже сказал, то есть важно понимать, что АИФ – это в первую очередь EDON. И, соответственно, EDON этот ставится на ABAP-ную систему. Вот он у нас здесь. Ну и, собственно, как мы дальше разберем более подробно, он позволяет делать две вещи. Первая – это так называемый, ну, скажем, препроцессинг и, собственно, процессинг – это вот эта часть. Когда мы можем, ну, как бы, делать определенные проверки, мэппинги, value-мэппинги, и то есть какие-то вещи, которыми мы подготавливаем те данные, которые к нам пришли, и которые мы, соответственно, хотим сохранить в нашей системе. Вторая часть, хотя по важности она, скорее, наверное, первая – это мониторинг и обработка ошибок. Собственно, что можно сказать про эти две вещи, да, то есть это не принципиально разные, то есть они, ну, всегда находятся в плотной сцепке друг с другом, но при этом они физически могут быть разделены по тому принципу, что пользователь, например, который имеет возможность смотреть, мониторить какие-то сообщения, ошибки, интерфейсы, он, может быть, не тот же пользователь, который отвечает за, там, всякие валидации, мэппинги, проверки и тому подобное. Ну и, наверное, еще что хотелось бы отметить из этой картинки – это, собственно, CPI и PO, которые вынесены отдельно. Это дает наглядное понимание о том, что АИФ – это не интеграционный продукт в смысле доставки данных. То есть АИФ, он не решает транспортных проблем. АИФ – это именно обработчик, то есть когда мы данные получили, мы с ними что-то хотим сделать, каким-то образом, значит, обработать, подготовить к сохранению. То есть именно доставкой данных у нас занимаются интеграционные шины. Основные фичи. Как я уже говорил, значит, это мониторинг и препроцессинг и процессинг. Здесь я условно это разделил на три группы, и сейчас поподробнее расскажу вам о каждой из них. Значит, мониторинг. Почему вообще родилась идея сделать АИФ как отдельный продукт? То есть обычно это то, чего в какой-то момент времени с появлением ABAP-прокси, там как в 2004-2005-2005 годах, стал немного не хватать. То есть если мы вспомним стародавние времена, Айдоки, и, собственно, всякие транзакции в E05, E09, E21 и так далее, это мы многим из вас знакомы, то мы вспомним, что они предоставляли довольно-таки мощный инструмент для мониторинга, поиска, постобработки. То есть мы могли, в общем-то, многие вещи уже после того, как Айдок попал к нам в систему, с ним сделать. Соответственно, Айдоки полномерно САПом выпиливаются из всех частей нашей жизни, но если не выпиливаются где-то там в специфических моментах, то, по крайней мере, очевидно, что сама по себе технология, она постепенно отходит, ну сейчас уже, наверное, даже не постепенно, и, соответственно, уступает место ABAP-прокси. Поскольку мне часто приходилось общаться с клиентами, которые были там еще, собственно, собирались приобрести какие-то САП-прокси продукты либо уже в процессе проекта, то зачастую возникала такая фраза, что вот вы нам сейчас хваливаете какие-то ABAP-прокси для интеграции, если вот раньше был классный инструмент Айдоки, да, то есть мы могли там и посмотреть, что-то и поискать, и, то есть, ну, как бы, типа это даунгрейд. Вы можете сделать нам ABAP-прокси так же, как раньше были Айдоки, чтобы, значит, вот у нас не была там транзакция с XI-монитор, где мы можем только в XML-м виде, там, посмотрите, по-релогу сообщения, да, и какие-то ошибки. Соответственно, этот запрос, он родился в компании Mercedes-Benz, насколько я помню, в 11-м или в 12-м году, наверное, в 11-м. И, собственно, сам в себе АИФ, он родился как так называемый Custom-Developed Product. То есть, когда много ABAP-прокси собрались и что-то пишут для клиента, то есть какие-то ориентированные на клиента специфические вещи, а потом, значит, ребята на это смотрят, понимают, о, мы крутую вещь написали, давайте мы ее оформим в какую-то обертку и будем продавать дальше. Ну, то есть, возможно, что другим клиентам это тоже будет интересно. Вот это, ну, в словах, что такое Custom-Developed. И, собственно, АИФ из такого между собой-чика в Mercedes-Benz, он выпал снаружи и появилась какая-то первоначальная, там, первая версия, которая имела очень ограниченный конвенционал и, прямо скажем, очень кривые особенности использования, да, то есть, чтобы его вызвать, там, наверное, очень подробнее, возможно, остановимся попозже, если будет интересно. Ну, и сейчас вот АИФ дополз за последние, сколько там, 8 лет до 4-й версии. Ну, мне, как я давно слежу за АИФом с 13-го года, то есть, мне хотелось бы, конечно, чтобы этот процесс происходил быстрее, но имеем то, что имеем. Давайте вернемся теперь к мониторингу. Значит, основная фишка, да, то есть, как бы киллер-фичи, это когда человек, который не относится к интеграции, то есть, бизнес-пользователь, он заходит, соответственно, мониторит какие-то сообщения и видит ошибку в человеческом виде. Значит, сразу забегая вперед и предосхищая вопросы по тому, как это все там настраивается, как это работает, то есть, обычные абапные сообщения с кодом и типом сообщения вызывают в АИФ, и, соответственно, если вы, например, возьмете хорошо написанную какой-то функциональный модуль, у которого уже прописана в его обработке определенная логика, в том числе по ошибкам, да, и если вы его включите в АИФ, то он у вас по умолчанию, значит, эти вот ошибки, которые возвращаются в функциональный модуль, вы его будете в человеческом виде читать в окошке мониторинга АИФ. Окошко мониторинга я покажу вам через пару слайдов, и тоже на нем остановлю чуть подробнее. А пока, значит, дальше. Алертинг при оповещении. Ну, алертинг, это, я думаю, что вас с этим не удивить, это совершенно обычная история. То есть, в том случае, если в АИФе у нас получается какая-то ошибка, то, соответственно, на почту или на СМС, то есть, в зависимости от того, как это будет настроено, то есть пользователь может отправлять какие-то уведомлялки. Также третья фича, это, не знаю, как это правильно называется, короче говоря, вот, вылезла ошибка. В ошибке написано, как-то там не создан какой-то пользователь. И дальше тот человек, который занимается мониторингом, может нажать на кнопку, и у него выглядит, значит, окно с инструкциями для конкретного типа ошибки. То есть, понятно, что оно, наверное, в целом, может быть, звучать не очень убедительно с точки зрения, там, того же API-щика, да, который туда заходит и пойдет читать, что ему делать в качестве для обработки ошибки. Но если мы держим в голове, что здесь, точнее, даже чаще с AIF-ом работает именно бизнес-пользователь, то вполне возможно, что с такой ошибкой он до этого не встречался, и это может быть удобно с точки зрения сокращения затрат на поддержку. Вообще, AIF, ну, как бы надо понимать, да, что один, одной из его основных фич, которую озвучиваешь, когда пытаешься говорить с клиентом, это как раз сокращение затрат на поддержку. То есть, понятно, что, когда мы говорим о том, что внедрение AIF, оно там помогает строить издержки на консалтинг, ну, это когда-то это правда, когда-то не совсем, когда-то совсем не правда. Но, так или иначе, основная фишка – это именно смотреть на поддержку, на сокращение времени реакции, которая уходит на поддержку интерфейсов. И, соответственно, я не хотел бы говорить о снижении общего уровня квалификации, да, как бы человека, который занимается поддержкой. Но, по крайней мере, это какое-то некое смещение от технических скиллов в сторону бизнес-ловых скиллов. А, ну и, соответственно, последняя фич – это можно провалиться в транзакцию, то есть, когда вы можете украсть какую-то транзакцию, вызвать ее с определенным там номером материала, я не знаю, там, посмотреть, да, то есть, тоже может быть удобно с точки зрения бесшовности процесса и того, как просто и приятно происходит процесс поддержки. Дальше. Препроцессинг. Препроцессинг – это тоже важная особенность AIFA. То есть, в принципе, несмотря на то, что доставкой сообщений у нас, значит, либо занимается какая-то интеграционная шина, либо же сообщение рождается непосредственно, там, знаю, из ABAPA, да, это тоже возможно вызвать определенный класс с определенной структурой данных. Соответственно, вот эти данные, перед тем, как мы их запихнем в функциональный модуль, который их обработает и дальше, там, сохранит в системе, пишет какие-то статусы, вот до этого момента мы, соответственно, можем использовать так называемые, там, проверки, value mapping, то есть проверки – это что такое? Это, начиная от простейших вещей, типа, там, что поле, не знаю, там, взломная была целая, или, там, больше единицы, или, там, содержат только буквы, до каких-то сложных логических выражений, и даже, как вариант, использования функционального модуля в качестве проверки, да, то есть это в том случае, если нам нужна какая-то сложная логика, которую мы обычным инструментом описать не можем. То есть всегда мы можем набабить и использовать функциональный модуль в качестве проверки. Ну, в плане mapping'ов также хочется особенно остановиться на value mapping'ах, потому что это, ну, если не killer фича, то, как бы тоже, одна из основных вещей, которые, по моему мнению, стоит в первую очередь переносить в IEV, да, то есть value mapping, мы все с вами, ну, большую часть из нас знает, как он работает в API, но эта логика, она не всегда может быть удобной. То есть здесь фишка основная в том, что value mapping происходит именно на стороне системы получателя, ну, либо это может быть система отправителя, если не будем об исходящих сообщениях, да, но это, наверное, в меньшей степени кейс, который нас сейчас интересует, и он, в принципе, менее интересный, чем входящее сообщение. А, ну, также это возможность обработки... А, я не договорил, еще просто прощения, перескочил. Значит, value mapping, ну, если бы у меня была вообще система, я бы вам показал, но я бы не стал тратить на это время, то есть он ведется в гораздо более удобном виде, чем в API, и, соответственно, опять же, это введение value mapping, и можно доверить тому самому условному нашему сегодня герою бизнесовому, специалисту, скажем так, поддержке, или просто какому-то заинтересованному пользователю. Соответственно, дальше возможность обработки сообщения в режиме exactly once and order. Я это написал в удобной нам с вами терминологии, на самом деле это не совсем так, потому что в АИФ существует такое понятие, как рантайм-группы, и, соответственно, присваивая сообщение там какое-то, помещая его в какую-то рантайм-группу, мы можем задать определенные условия того, как это сообщение обрабатывается. Ну, подробно я не буду на этом останавливаться, но, в принципе, если интересно, об этом можно почитать, в основном, на эссе, на help.sub.com. Дальше. Третий интересный момент. Опять же, я хочу обратить внимание, что это не все, да, то, о чем я сейчас говорю. То есть я попытался сегодня основные фичи какие-то выделить, которые могут вас заинтересовать, и чтобы у вас сложилось впечатление в будущем о том, что такое АИФ и может ли он быть полезен вам на проекте. Моя задача еще не такая. Задача минимум. Возможность репроцессинга. Это всегда очень востребованная фича. То есть в том случае, когда, например, у нас пришло сообщение в АИФ, оно каким-то образом обработалось, и перед ним, например, выполнилась проверка на тему того, что объект, то есть мы можем с ним работать, что он не заблокирован. В том случае, если он заблокирован, у нас для интерфейса может стоять какое-то время для репроцессинга, то есть спустя которое сообщение будет автоматически выполнено. И при этом те шаги, которые мы делали в плане мейпинга и проверок, они могут быть при перезапуске отличными. То есть не обязательно будет выполняться тот же набор шагов. Вполне возможно, что за второй прогон нам не нужно будет запускать какие-то функциональные модули для проверок. Ну, то есть, короче говоря, это может различаться. Мы можем это учитывать именно в дизайне интерфейса. То, о чем я сейчас говорил, это автоматический репроцессинг, но в принципе репроцессинг во втором пункте видно, значит, возможность редактирования рестарта сообщения соответствует стрелевой моделью. В данном случае это не просто красивые слова. Это действительно, ну, как бы пользователь может зайти, выделить сообщение условно, когда нажать на кнопку рестарт, и действительно сообщение перезапустится, значит, что-то будет, ну, оно попытается еще раз перезапуститься. Но при этом у нас есть возможность не просто перезапустить это сообщение, а на этапе дизайна понять, какие поля мы хотим разрешить пользователю для того, чтобы он мог их редактировать. То есть понятно, что, наверное, с точки зрения консистентности данных, вступающих это может быть опасно в определенном смысле. Но, как я обычно говорю, если вы это делаете, вы точно должны понимать, зачем вы это делаете. Ну и в принципе эта фича, она позволяет нафантазировать очень много интересного с той точки зрения, что, как вот один из кейсов, я просто приведу для примера, в каком направлении может идти мысль. То есть, например, можно сделать так, что сообщение пришло в AIF, сохранилось в определенном промежуточном статусе, появилось в мониторинге, а дальше мы, например, ждем, и пока не придет какой-то пользователь и не проставит в определенных сообщениях, к примеру, единичку вместо нуля, ну и опять я сейчас фантазирую, можно поставить там что угодно, что позволит в дальнейшем понять, что, например, это сообщение согласовано определенным пользователям. Возможно, несколько сумбурно я вам сейчас это все преподношу, но если у вас будут какие-то вопросы, то, естественно, после того, как мы сейчас поговорим, я с удовольствием в меру отведенного нам времени вам об этом расскажу. Ну, это не то, чтобы моя любимая картинка, но, по крайней мере, я всегда хочу, чтобы на нее особенно обращали внимание, да, то есть важно то самое разграничение между бизнес-пользователем и технологическим специалистом. Собственно, сам по себе AIF, когда он внедряется, да, то есть о нем говорят как раз, как я выше говорил, что это инструмент, который позволяет немножко сэкономить на поддержке, а может быть, даже немножко, и, соответственно, переложить немаленькую часть работ по поддержке интерфейсов на заинтересованного бизнес-пользователя. Потому что до этого, как я уже говорил выше, повторюсь, да, то есть бизнес-пользователям не очень удобно было ходить в социальный монитор и смотреть там содержимое цемельного сообщения, то есть когда-то это, возможно, не так страшно выглядит, как звучит, но не всегда с этим можно работать. Ну и здесь важный момент какой? Значит, ролевая модель. Пользователю в зависимости от того, чего мы хотим ему доверить, можно присваивать различные авторизации и делать таким образом, что, например, пользователь по финансам, он не имеет доступа никакого к интерфейсам по логистике и может, в принципе, не знать, что есть у него какая-то логистика, то есть он будет заходить в свою транзакцию мониторинга в АИФе, видеть свои интерфейсы, и, соответственно, опять же, в зависимости от ролевой модели у этого пользователя у него может быть возможность в каких-то определенных интерфейсах редактировать определенные поля, какие-то интерфейсы перезапускать, то есть, ну, все то, что мы ему разрешим, скажем так. Здесь мы с вами добрались, собственно, до того, как выглядит такой же мониторинга. Оно периодически несерьезно видоизменяется, то есть это картинка старая, наверное, из версии 2.0 или 3.0, я уже сейчас точно не скажу, но я ее специально не стал как-то там обновлять, потому что по большому счету все то же самое. Как видите, здесь 4 блока. Первый — это, собственно, наше сообщение. То есть здесь удобно, что если мы, например, по критериях поиска не укажем, какие интерфейсы мы хотим смотреть, мы можем просто увидеть там условное овервью, да, по всем интерфейсам, которые у нас в системе есть. И, соответственно, также здесь настраиваются всякие user-defined серчи, да, которые мы можем указать, ну, как это индексы в АИФе называется, да, то есть если мы хотим, например, выводить только сообщения, в которых там номер материала лежит в пределах от и до, то это все тоже доступно, все настраивается. И не скажу, что все супер гладко и красиво, но, в общем, это работает. Дальше. Следующее по важности — это окошко с ошибками. Здесь как раз то, о чем я говорил, да, то есть мы... Сюда выводится весь стэк сообщений, которые возникли в результате либо обработки функционального модуля, которым мы, собственно, производили сохранение наших данных, реализовывали логику их в системе, да, и, то есть, в принципе, все это попадает сюда. Соответственно, в зависимости от того, насколько корректно и подробно это все будет описано, настолько же пользователю будет удобно видеть, что не так пошло у него с интеграцией. Если помните, я сразу же говорил вам, ранее говорил про value mapping, да, то есть в том случае, если, например, сообщение сохраняется с какими-то проблемами, как вот здесь в примере, из-за value mapping, что значение не найдено в таблице, то пользователь на лету, тыкая вот на эту кнопку, он может попасть сразу в видение value mapping и его туда вписать, а после этого сообщение, соответственно, можно рестартить. Вот, кстати, тут еще к листам. Вот, и таким образом, соответственно, все починить. Дальше, вот эта часть экрана, это, собственно, перечисление всех структур, которые есть в сообщении, и четвертое, это, собственно, содержимое вот этой структуры, да, то есть в этом окошке мы можем увидеть то, что непосредственно передается в интерфейсе. То есть в данном случае это вот наши три строчки записи непосредственно данных. И в том случае, если бы мы какому-то пользователю разрешили, к примеру, поле редактирования, да, то есть в данном случае у нас вот это поле участвует в value mapping, ну а если бы, например, могли бы там имя редактировать, то пользователь тыкнул бы сюда два раза, ввел бы новое имя и нажал бы кнопку restart, после чего сообщение или запустил. Ну и важный момент, что это работает не просто как, то есть если у нас, например, сто пятьсот сообщений, это не значит, что мы каждое пойдем перезапускать, да, то есть, естественно, массовый restarting, он тоже доступен. А массовое редактирование? Массовое редактирование, в том случае, если мы хотим присвоить, то есть если мы понимаем, что вот у нас здесь, я так понимаю, это, наверное, какое-то имя там, что-то курсов, EPC-100, да, и если мы хотим все значения одинаковыми заполнить, тогда это тоже доступно, но, то есть нам, например, есть такой ограниченный весьма, то есть не всегда мы хотим одинаковые значения туда ввести, но как бы если это произошло, и у нас такая вот задача, да, это тоже. Да, да, это может быть удобно. Есть возможность приставить синхронные сообщения или что-то с этим? Давайте я сейчас вот расскажу как бы это последние слова, но перейдем к обсуждению, и про синхронные сообщения я действительно расскажу отдельно, потому что концепция синхронных сообщений, она у твоих не очень прозрачна, и мне она ведь не супернравится. Значит, здесь я привел ссылки, то есть в принципе в них никакого, какого-то там тайного знания нету, вы их все можете найти в гугле, но в принципе для удобства рекомендую вам записать, например, вот первое самое АИФ-бук-бук, да, то есть это та вещь, с которой я знакомился, по которой я знакомился с АИФом, потому что тогда еще не было своего раздела на сцене, не было раздела на Хелк-саркоме, и вот был, значит, сорока-страничный документ, в котором старались члены команды АИФ максимально подробно описать то, как в него играть, как с этим всем работать. Документ этот устаревший, он там какого-то, по-моему, 12-12 года, но зачастую он является очень хорошим не ванпейджером, да, ну, по крайней мере, место, где сосредоточено максимальное количество знаний по АИФу, скажем так. Более подробно, соответственно, я вас призываю ходить на, ну, искать какую-то информацию на сцене. Хелпсапком в этом смысле рекламировать не буду, потому что, по сути, он является некой трансляцией не всегда корректной тикбука. Вот, а на сцене есть раздел, посвящен АИФу, он появился там пару-тройку лет назад, может быть, побольше, на котором сейчас стало появляться большое количество блогов, и многие задачи, с которыми мы с вами можем столкнуться на проекте в АИФу, они как-то там закрыты, но, однако, не все, потому что у меня недавно была очень интересная, не проблема, скажем так, задача, да, то есть я должен был как раз настроить пример синхронных сообщений в проекте ПВК, привет, коллега, и, соответственно, ну, я думал, то есть как бы у меня опыта немного в синхронных сообщениях, пойду поищу, наверняка что-то появилось, какая-то новая информация, и вот это очень печально, что в гугле, соответственно, на сцене я нашел только свою статью про синхронные сообщения, и понял, что там за 4 года никакой новой информации к сожалению не появилось, вот, а концепт синхронных сообщений, он, скажем так, не самый прямой АИФ. Вот, ну, наверное, соответственно, держа в уме, что я вам расскажу про синхронные сообщения, в принципе, наверное, это все, о чем я хотел сказать. Я бы хотел Илье Николаевичу выразить отдельную благодарность за то, что такое мероприятие устроил, я надеюсь, что оно теперь будет у нас ежегодно, что в следующем году я вам расскажу про их что-нибудь более глубоко, а может быть, не про их. Всегда, пожалуйста, Андрей, давай вот такую ситуацию рассмотрим, я помню, на Transnipty, помнишь, что было по этой полиции, и там одна из систем, очень оригинально происходила, по-моему, как раз в Арифовском духе, она, конечно, была не сапска, это был Oracle, но они говорили, присылайте нам все, у нас сидит оператор, он сам мэппит, это все. То есть, там, есть код контрагента, который из МДМа приходит, он один раз его сопоставляет в таблицу мэппинга, потом он запоминается. Если следующее сообщение пришло с этим же кодом контрагента, оно автоматически подставится. как мы называем пассивной инкутрацией. ну, то есть, сразу, можно быстро стартовать эту интеграцию, не надо там вэвумэппинги делать, но всегда нужен оператор для ошибок. Вот это вот такой же сценарий лоификатор, насколько легко сделать. Ну, прямо то, что ты озвучил, Игорь Николаевич, он прямо идеально наложится. То есть, мы можем создать вэвумэппинг, у которого будет пустая таблица, то есть, которую еще никто не вел. И, соответственно, сразу заставить это работать. Понятно, что первое же сообщение свалится на ошибки вэвумэппинга, но если, соответственно, человек зайдет и в мониторинг, он сразу же будет иметь возможность отсюда добавить какие-то значения. Ну, и, соответственно, в общем, идеальный кейс, если бы мы продавали АИФ, его стоило бы взять наоборот. А в основе не БРФ? Что? В основе БРФ не БРФ? Такая же принципием эти решения не доступны. Я не готов ответить, если честно. То есть что-то там происходит внутри на АБАПе. Конкретно по технологии я, к сожалению, не смогу посмотреть. А как это все дружит с Аидоком и с АБАП-отцами? Вообще, как-то есть дружи и все вообще независимо? Вопрос очень хороший. Значит, АИФ, он из коробки подразумевает под собой как раз несколько способов доставки данных. Ну, скажем так, не доставки, а те данные, которые он может получать без каких-то дополнительных настроек. Сюда как раз входит файловая загрузка, АБАП-прокси, Айдоки. То есть, те же самые Айдоки, они, в принципе, со всем тем функционалом, который нам известен про Айдок, он бесшовно может добавить своих и, соответственно, пользователь, который будет в конце цепочки мониторить сообщения, для него будет не важна технология, которой данные доставились в систему. То есть, он будет одинаково видеть и АБАП-ный прокси, и Айдок, и то, что было загружено, например, из файлов. Даже больше того, я вот как выше говорил, я сейчас обращу на это отдельное внимание, Айф, он позволяет загружать в себя данные, то есть, генерить то самое сообщение вот здесь, практически из любого места в АбАПе. То есть, мы вызываем класс, метод класса, то есть, с определенной структурой, и это будет означать, что если мы перед этим настроили сообщение в Айфе, это будет означать, что оно в этот момент традиции появится в системе. И, соответственно, еще раз обращаю внимание, нам не важно знать технология, к которой эти данные будут доставлены. А если у нас кастомная Айф, это кастомные поля, там, в чем-то, как это с Айфом надо дополнительно наставить? В данном случае кастомность она не имеет значения, потому что Айф работает с механизмом основного Айдока, то есть, ему не важно, что он там расширен, не расширен. Нет, а если у нас вообще вот там Айдок вообще с нуля, какой-то сделан, как его в Айфе в какой-то сценарий подцепить? Это не отличается. То есть, нет никакой разницы между стандартным Айдоком и нестандартным. То есть, так или иначе, у тебя есть какой-то обработчик, есть там описание сегментов, и когда ты добавишь в качестве брюшка в Айф и укажешь, что используется Айдок, укажешь тип Айдока и запресс на все это автоматически выключится. Андрей, что ты хотел спросить? Андрей, ты рассказал про прием данных, а можно же, по-моему, при отправке данных тоже Айф использовать. Это может быть полезно и кто-то примет? Хороший вопрос. Значит, смотрите, Айф, он из коробки поддерживает, ну как, скажем так, я аккуратно скажу, что это не некоторая маркетинговая фраза, он поддерживает все там четыре типа возможных интерфейсов, входящие, синхронные и асинхронные и исходящие синхронные. Соответственно, тот кейс, в котором Айф себя раскрывает в полной мере, это, конечно же, асинхронные входящие интерфейсы, то есть, это самая распространенная тема, которая, ну то есть, данные поступили к нам в систему, мы каким-то образом проверили, сохранили. В принципе, в обратную сторону это работает ровно таким же образом, только мы данные эти подготавливаем, соответственно, запихиваем в Айф и после этого уже передаем в механизм именно транспорта, то есть, в нашем случае, это может быть либо какая-то интеграционная шина, либо что-то в таком духе. Когда это может быть удобно, потому что, возможно, ты, например, скажешь, зачем мне это надо, если я, например, делаю ABAP-прокси, я сразу не могу описать его. Значит, возможно, это будет полезным, когда мы хотим сохранить ABAP-прокси нетронутым, например, в том случае, если мы стандартные ABAP-прокси используем, но при этом не хотим данные отправлять в систему, до того момента пока либо не согласуем, либо не провалидируем, либо не вызовем какую-то дополнительную проверку, которая непосредственно с функциональностью этого ABAP-прокси не связана. Соответственно, тут будет как раз происходить то, что сначала данные попали в AIF, каким-то образом проведились, обработались, и после этого уже происходит сам транспорт. Что в этом случае с самим сообщением в АИФ? Само сообщение? Какой статус? Надо понимать, я понял, да. Надо понимать, что AIF непосредственных изменений именно в SXI персистенции таблице не вносит. То есть он работает на их основе. То есть, скажем так, если мы возьмем, создадим какой-то интерфейс AIF-ный и укажем, что он использует об AppProxy, то об AppProxy вся его функциональность она работает отдельно от AIF. То есть все, что происходит с сообщением, оно то же самое происходит в модно-лито виде в аэропосекционном мониторе. В том случае, если сообщение попало в AIF каким-то образом обрабатывается либо ждет либо что-то еще, то есть надо понимать, что в этот момент об AppProxy у нас отработал и, соответственно, точнее, как, если он отработал, то оно становится финальный статус совершенно, значит, либо успешно, либо ошибка. Если нет, то промежуточный то есть обрабатывается. Если мы отправляем сообщение сначала в AIF, сработает только после прохождения вот этого и будет, он появится в ASX-Мониторе? Да, надо понимать, что когда сообщение попало в ASX-Монитор, то в этом случае оно, вероятно, появится в AIF, потому что оно физически доставилось до системы. и вот в принципе этот движок AIF, он отработал и увидел, что есть сообщения, точнее, скажем так, в персистенсных таблицах есть сообщения, которые удовлетворяют требованиям для этого AIF-ного интерфейса. Соответственно, он оттуда эти данные выложивает. Но в принципе мы можем персистенсу сделать свой отдельный, потому что понятно, что и сексиальная таблица с точки зрения AIF-ного сообщения для AIF-ного интерфейса IDOC, она как бы вообще не релевантна. То есть у него будут использоваться совершенно другие таблицы в качестве источника IDOC. Также, если мы, например, создаем какое-то файловое сообщение, то есть где мы берем данные из файла, то для этого мы можем использовать также свои отдельные персистенс таблицы, в которых мы в том числе можем указать какие-то свои индексы, по которым нам будет дальше проще искать что-то в таком андрея, правильно понимать, что если мы близостанем входящее сообщение в AIF-е, то в SXI-мони тоже пытаться принять? Нет, не совсем так. То есть если у нас, например, сообщение попало сначала в SXI-монитор, потом попало в AIF, и в AIF-е, например, оно там как-то выполнилось, то надо понимать, что если AIF-ное сообщение выполнилось неуспешно, то в SXI-е оно будет успешно, потому что прокси выполнилось и попало. То есть именно в систему он попал. Соответственно, в этой прямой корреляции между статусом то есть это разные вещи. Исоксальное сообщение означает доставку данных в систему в данном случае. То есть оно куда попало. А вот уже то, что в дальнейшем происходит с сообщением, это собственно непосредственно в AIF-е. То есть в SXI-е красный статус возле AIF-е даже не дополняет? Вероятно. Вероятно. Но в том случае, если произошло что-то по пути выполнения запуска AIF-ного движка для этого сообщения, то вероятно, что попадет на то, что такое так же. А функции для RFC-а есть какие-нибудь? Я вот честно говоря не помню на тему какой-то предустановленной специальной функциональности. Я думаю, что ее нет скорее всего, потому что в принципе сам к себе RFC-а мы его сделаем из абапного кода и соответственно нам это ну то есть в любом случае нам это будет абапить и соответственно в AIF-е это все вложится очень удобно. Я почему спрашиваю? Продолжайте ему про позиционирование для бизнеса. Мы можем включить айтоки на вопрос для AIF-а прекрасная транзакция в AIF-а 2.5 также есть инфектировки AIF-а того же перезапуска все что вы мне рассказываете там это все есть уже и так в этом тоже ну там а вопрос или если в сервисе наешно в со-менеджер можно зайти тоже мониторить не так красиво в целом все есть то есть ключевая особенность это вот ролевое ограничение что логично транзакции с юристическими данными ну я бы не стал ограничивать именно что это как ключевое одно одно из но то есть на мой взгляд очень важно что если мы говорим про айдоки которые существуют мониторинг то есть так или иначе человек он как-то умеет работать знает транзакции что происходит AIF в данном случае может быть удобен например если у нас были куча айдоков мы например сначала учим пользователя мониторить эти айдоки а потом следующим этапом включаем абаб прокси и получается что он видит один и тот же интерфейс да то есть это единая точка входа и я говорю что ему не нужно знать что-то о технологиях о транзакциях специфических то есть он все может делать в одном месте а дальше уже понятно что редактирование сообщения для абаб прокси и редактирование сообщения для айдока механизм это технологически разный но с точки зрения AIF это не будет чем-то отличаться ну так все на месте делать не нравится все андрей ты хотел что-то спросить можно сообщение пришло днем и зареги или айдока легко легко то есть твоего вопроса очень хороший важно понимать что в тот момент когда мы именно дизайнем сообщения AIF то есть у нас есть два способа их использовать первое это когда мы берем уже существующий к примеру абаб прокси или айдок и там буквально пару кликов создаем интерфейс в котором указываем что этот интерфейс будет работать на основе этого прокси или айдока и в этом случае мы его создали я не шучу буквально 5 минут на это уйдет соответственно после этого интерфейс доступен для мониторинга вот здесь но в этом случае не отрабатывают никакие проверки мейпинги это прям такой out of the box мы его непосредственно включили он работает если мы хотим более подробно что-то сделать сообщением настройки мейпинг какую-то специфическую процедуру сохранению данных то мы напишем какой-то определенный код именно в теле самого прокси то есть мы сделаем кастомный прокси и вот уже в теле этого прокси могут вызываться неограниченное количество айдных интерфейсов то что как я уже сказал это просто метод класса и соответственно действительно ты получив данные в 1.abab прокси ты можешь какую-то например выстроить логику как там паровозик у тебя с определенной логикой будут вызываться разные abab прокси то есть точно так же ты можешь например по тому как у тебя сообщение обработалось в аифе ты там можешь сгенерить исходящее сообщение в аифе о том что у тебя данные сохранились успешно и вот они значатся статус к примеру обновление статуса в виде исходящего аифного сообщения оно у тебя отобразилось что данные ушли туда и тогда давайте в этом же блоке я расскажу про синхронные сообщения можно еще короткий вопрос поговорить пожалуйста про лицензирование этого инструмента если есть то какова метрика я расскажу давайте закончу про технологические и потом как раз расскажу про лицензирование значит синхронные интерфейсы они в аифе реализованы на мой взгляд не самым удачным образом потому что это не совсем прозрачная вещь но для понимания работает таким образом значит к примеру у нас есть синхронные прокси ну я сейчас буду быть прокастом то что мы сами сделали прокси какие-то данные что-то обработали что-то происходит значит в этот прокси у нас пришли данные мы каким-то образом обрабатываем и работаем вот с той структурой из прокси то есть входящей структуры соответственно каким-то образом что-то с ней произошло в системе мы вызвали функциональные модули сохранили и после этого мы генерим структуру для исходящего прокси по сути и соответственно заполняем в ABAPE эту структуру и дальше передаем ее в прокси то есть получается как бы некий с одной стороны совершенно обычный сценарий синхронного прокси но с точки зрения АИФ это может быть не всегда удобно потому что если в АИФе у нас логика более сложная и длинная и займет больше времени чем тайм-аут по синхронному интерфейсу все это может развалиться в принципе если кому-то интересно можно поискать на сцене синхронные сообщения в АИФе это как раз моя статья она достаточно подробно с точки зрения такой нубской позиции описывает то как делать я ее писал как раз в тот момент когда сам понял что нет какой-то информации и соответственно старался максимально подробно это все расписать так что если интересно я наверное могу сюда альтернативы такому такому опроботе как нет я согласен я согласен я согласен но хотелось бы какого-то чуда то есть с точки зрения того что АИФ несет нам много возможностей по облегчению поддержки разработки и тому подобного то есть хотелось бы чтобы он здесь что-то придумал необычное но он к сожалению пока ничего не можно еще технический вопросик мысль возникла есть ли какая-то возможность R2R мониторинг что я имею ввиду допустим какой-нибудь аналог алиаудов для аидоков когда мы хотим понимать что допустим у меня ушло там сто пятьсот тысяч сообщений в систему и я хочу понимать какие из них система другая обработала а какие не обработала порой вопрос вопрос интересный краткий ответ на него нет ничего такого нет но я хочу вот я как раз хочу дальше развернуть мысль в том смысле что аиф он мне кажется интересным не с той точки зрения что он дает какие-то набор из пяти семи фичей которые мы можем использовать а он как раз интересен тем что множество вариантов того как думать как в качестве такого единой точки входа то есть что можно на нем навертеть чтобы в итоге получилась какая-то служба одного окна как хорошо сказали то есть соответственно почему нам действительно не использовать тот же самый али аут и третить сообщение али аут потом ну приводить их просто в аиф и соответственно сохранять то есть точно так же мы например можем убедиться в том что данные у нас сохранились сделать какое-то исходящее аифное сообщение в котором будет прописано что оно меняет там свой статус в том случае если данные в случае системы попали успешно то есть ну к примеру я сейчас даже фантазирую из головы может это не очень правильно возьмем синхронный интерфейс ответ этого синхронного интерфейса когда мы получили можем в аифе например вывести вот сюда вот в сообщении об ошибке то есть в человеческом виде каким-то образом этот мониторинг самим собрать то есть вопрос был в том что можно ли какие-то корреляции устраивать в чем минус если мы не используем PPN то он отправился сообщение и ничего особо не знает о том что я говорил выше о том что мы можем дофантазировать надо понимать что я опять же очень прошу вас обратить внимание на этот момент что их это не технологически как бы инструмент для доставки данных поэтому я и сказал что краткий ответ на вопрос нет потому что он за технологию за технику он не согласен отвечать из коробки это больше бизнесов инструмент да мы можем каким-то образом придумать водку которая нам будет удобна которая сделает что-то похожее на мониторинг но по умолчанию для этого что-нибудь типа solution менеджера все-таки надо использовать то есть если мы хотим тречить все потоки то ii нет для этого по опыту сколько сообщений хранятся в ii можем настроить успешно наставленные можем настроить как бы вы же понимаете кого-то будет утром то есть как там так и здесь соответственно if когда запускаем транзакцию то есть когда хотим посмотреть что происходит внутри он в этот момент если мы говорим о персистенсе для вапного прокси он просто туда заходит эти таблицы смотрят если они удовлетворяют его условиям для данного интерфейса который мы запросили на мониторинг берет оттуда данные соответственно если там данных нет то он их не даст а вот эти вот индексные индексные поля или индексные таблицы которые это уже айфовские таблицы значит индекс таблицы то есть мы можем ее сделать на основе обычной персистенса то есть добавить какое-нибудь поле например номер материала либо если мы делаем кастомный персистенса то оно просто сразу в нем будет поле и соответственно оно в запросе параметра по интерфейсу он сразу там появится и мы сможем выбрать например сгруппированный или там например более корректный кейс это будет баланс в единице то есть мы можем выбрать баланс в единицу и дальше вот здесь мы увидим разделение по тем балансом единицам которые мы выбрали и соответственно релевант для них сообщения давайте потихоньку тему заканчивается на остальном докладе давайте я на лецензирование буквально две минуты а остальное можно будет отдельно обсудить значит про лицензирование я намерен не стал включать это в слайды потому что я не совсем уполномочен говорить об этом но я все же расскажу а иф раньше интегрировался продавался лицензировался довольно таки на мой взгляд скажем так не самой корректной схемой то есть он раньше продавался как блоками по 500 иерпишных пользователей соответственно это всегда обычно вызывало недоумение потому что если ты приходишь к какую-то компанию в которой например 3000 пользователей получается что ей нужно купить 6 блоков она будет использовать к примеру 5 интерфейсов ей много не надо то есть это вызывало недоумение и соответственно наши продажники они всегда сталкивались с тем что АИФ бомбическая тема то есть он как бы нужен всем по умолчанию то есть это на мой взгляд вообще та вещь которая должна в стандартной поставке быть в идеальном мире то есть не в том когда с точки зрения САПа а с точки зрения нас с вами я вот про это скорее говорю и соответственно вызывало некое недоумение то что за это приходится платить причем платить очень немало сейчас соответственно к славы богу поменяли модель и то есть теперь АИФ лицензируется по количеству сообщений то есть по сути по количеству этих вот записей то есть сколько сообщений столько записей насколько я помню по-моему он там продается блоками по 500 тысяч сообщений что-то такое ну то есть можно сделать какой-то вывод прикинуть относительно того сколько сообщений передается соответственно сколько это будет вам стоить единственное что к сожалению конечно я в цифрах сейчас не смогу дать ответ но если как бы интересно из времен моих бурми молодости, я могу сказать, что тот блок на 500 ес-пишных пользователей стоил порядка 100 или 120 тысяч евро, что-то такого планово. Да, вот у некорректного прайсинга он был, наверное, с самого начала некорректно, когда Мерседеса посылали эту разработку, а ее начинка была другим. Не, ну там на самом деле не так все, то есть Мерседес получил тоже свои какие-то бенефиты на эту тему, то есть нет такого, что САП сказал, а мы там для вас делать, бабки получили, то есть это какой-то все равно процесс такой, что Мерседес, он всегда, он так или иначе вместе с АИФом, он всегда с ним следует, то есть это не то, что у него его отобрали. Соответственно, Мерседес, он в этом процессе custom development, он тоже принимает свое участие, потому что на нем там отрабатываются какие-то фичи, и то есть вот так. Тут еще есть бесплатная альтернатива постпроцессор офис и форвардерал хердинг, но она есть только для бабфароксии и только для ресивера. И хочу особенно сказать про ФЕХ, что это, кстати, наверное, должен был сегодня прозвучать вопрос, я так ждал и прям хотел позвонить. Я хотел спросить, но просто не стал затягивать это все. Но ФЕХ в итоге дисконтирует, да, в сторону АИФа, и соответственно, как бы, ну, официальная позиция САП, она такая, что ФЕХ это устаревшая технология, мы ей не пользуемся, а пользуемся все АИФом. Ну, по СРМ ему, например, по ПО много, но это не замена АИФа, но это такой при АИФ, наверное, когда-то для отдельных целей, для СРМ их. Еще хочу сказать, что вот сталкивались с интересной фишкой, да, то есть когда сообщение стандартного абапного прокси, там что-то, значит, обрабатывается, что-то с ним происходит, потом прибегает абапер с вот такими глазами и говорит, там что-то у тебя в АИФ сломалось. Я говорю, как так, у меня даже ни одного интерфейса пока не настроено, то есть я еще ничего не делал. А он говорит, не знаю, говорит, там вот типа в слэшах типа АИФа какая-то ошибка про него. То есть это на самом деле говорит о том, что работа по включению АИФа в базисный уровень, да, САПа, она как бы происходит, и с каждым годом что-то такое, ну, как так или иначе продвигается, да, то есть поскольку уже появляются какие-то стандартные ошибки, стандартные цепочки, в которых АИФ задействованы. Вот, и это, как бы, с одной стороны, очень хорошо, что над этим работают, плохо, что появляются ошибки. Замечательный, интересный доклад. Спасибо, Андрей. Хотел бы... АПЛОДИСМЕНТЫ